Добрый вечер. Для вас работает информационная служба первого Балтийского канала. Вы смотрите программу «Литовское время». Правительство утвердило разработанный Министерством финансов проект бюджета страны на 2017 год. Особые акценты главного финансового документа государства – снижение социального неравенства, рост заработной платы и усиление обороны края. Проект госбюджета традиционно будоражит общество, чиновников и политиков, особенно во время предвыборной лихорадки. Но бюджет Минфином на следующий год составлен, правительство его утвердило, теперь дело за малым – рассмотрение проекта сеймом. По словам министра финансов, приоритеты бюджета – борьба с социальным неравенством и укрепление обороны. Что касается социальной сферы, то решены два важных вопроса – увеличение необлагаемого налогом дохода для трудящихся и лиц, воспитывающих детей. И второй вопрос – осуществление уже подтвержденной сеймом социальной модели. Министр отметила, что государственный бюджет составлялся в очень напряженном режиме, и связано это было с подготовкой к парламентским выборам. А аппетиты некоторых чиновников иногда выглядели странно и завышенно. Но бюджет был сверстан, отталкиваясь от существующих экономических рисков и угроз. «Рост ВВП предусмотрен 2,7%. Плюс геополитическая ситуация сегодня довольно рискованная. Нельзя забывать и о Brexit при составлении бюджета, потому что долг государства на таком маленьком рынке уже составляет свыше 40%. Именно поэтому мы должны быть осторожны, принимая международные обязательства. Мы должны думать о будущем поколении Литвы». Если проект бюджета подтвердит СЕЙМ, то в какой сфере зарплату повысят? На этот вопрос глава Минфина ответила вполне конкретно – работникам бюджетного сектора, культуры, образования. «Мы с 1 сентября, как и договаривались, увеличили заработную плату педагогам. На это было выделено 24 миллионов евро – значительная сумма. Но проекты, в которых говорится о каких-либо других вопросах о повышении зарплат, в правительстве не обсуждались. Эти вопросы зарегистрированы в СЕЙМе». Говоря о финансировании системы просвещения, министр подчеркнула важность фискальной политики и строгой экономии. «То, что говорило о долге государства, о дефиците. Ведь Еврокомиссия имеет право не подтвердить наш проект бюджета из-за того, что мы нарушим правила ограничения расходов. В конце концов, и в нашем законе о фискальной дисциплине указано вести себя осторожно». По мнению экспертов, до окончательного подтверждения бюджета еще всплывет масса вопросов и жалоб. Ирина Высокович, Мартина Свитбелес, Первый Балтийский канал. Итак, бюджет на следующий год одобрен правительством. Дело остается за парламентом. На что конкретно собираются тратить деньги в новом 2017 году в нашем обзоре. Мы изучили проект главного финансового документа страны. На что же власти предлагают тратить деньги? На образование потратят 1 миллиард 285 миллионов евро. Это почти на 90 миллионов больше, чем в этом году. Практически столько же запланировано выделить на сферу социальной защиты. 1 миллиард 226 миллионов евро, что на 123 миллиона 300 тысяч евро больше, чем в нынешнем бюджете. На третьем месте оборона – 793 миллиона евро. На сохранение общественного порядка и защиту общества – 710 миллионов евро. К этой строке расходов добавили аж 79 миллионов евро. Замыкает пятерку здравоохранение – 604,5 миллионов евро. Далее по списку культура и религия. 274 миллиона 800 тысяч евро. На защиту окружающей среды и экологию потратят чуть более 164 миллионов евро. Рост в этом секторе – почти 57 миллионов евро. На жилье и коммунарное хозяйство предусмотрено порядка 114 миллионов евро. Плюс почти 30 миллионов. В целом общая сумма бюджетов – 8 миллиардов 476 миллионов евро доходов и 9 миллиардов 60 миллионов евро расходов. От Евросоюза мы получим в следующем году порядка 2 миллиардов 101 миллиона евро. Проект бюджета на следующий год оценили специалисты. Он вновь будет дефицитным. Расходы будут превышать доходы почти на 600 миллионов евро. Основные долгосрочные финансовые вызовы государства – это дефицит, долг и ухудшающаяся демографическая ситуация. Все это по-прежнему актуально. Увеличивающийся долг государства запрограммирует еще большую налоговую ношу в будущем, говорят эксперты, оценивая проект бюджета на следующий год. По их мнению, в нем нет инструментов решения застаревших проблем. Хотя в бюджет страны собирается все больше средств, власть не выполняет своего обещания устранить дефицит. Кроме того, дефицит бюджета планируется и в 2018-19 годах. Наш бюджет как решето – сколько не льешь, все равно мало. Нужно похвалить налогоплательщиков. С каждым годом они приносят все больше средств в бюджет. Почему политики и бюрократы не могут выполнить свою работу и в один день, наконец, прекратить тратить денег больше, чем у них есть, задаются вопросом эксперты. Каждый дефицит превращается в долг. Долг в еще более высокие налоги в будущем. За 10 лет долг государства, приходящийся на каждого жителя, вырос в 5 раз и продолжает расти. Если в 2005 году на каждого жителя приходился долг в размере 1200 евро, а в 2015 году около 5800 евро, то в этом году долг, приходящийся на одного жителя, уже перейдет к границу 6000 евро. Демографическая ситуация государства сигнализирует о том, что в будущем у нас будут серьезные финансовые вызовы. При сокращении числа трудоспособных жителей, необходимость содержать стареющее общество станет для трудящихся тяжелой ношей. О более ответственном управлении общественными финансами стоит задуматься из-за того, что с каждым годом сокращается поддержка ЕС. Мы больше не сможем надеяться на большую финансовую помощь других стран. Если мы не хотим стать государством с еще большими долгами и еще больше нагрузить налогами своих детей и внуков, мы не можем еще больше вязнуть в долгах, считает эксперт. И к другим темам. В парламенте предлагают вычеркнуть нулевые договоры из нового трудового кодекса. Предложение вызвало споры среди депутатов, в результате чего рассмотрение вопроса было отсрочено. Нулевые договоры не следует включать в новую соцмодель. Пришел к единогласному мнению Комитет по социальным делам и труду. Именно это благословленное Семом нововведение вызвало наибольший протест со стороны профсоюзов и самих работников. По мнению противников, трудящиеся, подписавшие договор, не гарантирующий постоянной работы, потеряют социальную защищенность. Считается, что такое нововведение – одна из причин поражения правящих на прошедших выборах. Но раз не все еще потеряно и второй тур впереди, в парламенте сегодня наверняка это совпадение передумали. Народные избранники пришли к выводу, что нулевые договоры расколют общество и будут попросту излишними. Сегодня, по данным СОДРы, до 10 тысяч людей, имея трудовые договоры, получают ноль евро в месяц. Это, в принципе, то, что заложено в основе нулевых договоров. Поэтому рынок приспособился, давайте не будем еще дополнительно вносить и там с какими-то поправками. В свою очередь, спикер Сейма Ларетта Грожжиняне не была столько тегоречна. По ее словам, нулевые договоры все же могут быть на руку студентам, которые хотят позаработать в свободное от учебы время. Кроме того, считает спикер, такая форма трудовых отношений станет лишь дополнительным, а не постоянным источником дохода и должна в теории контролироваться сверху. Нулевые договоры не могут превратиться в постоянные договоры, которые могли бы использоваться длительное время. Механизм контроля в стране есть, поэтому Государственная инспекция по труду должна выполнять свою работу, не сидеть в кабинетах, а реагировать на жалобы людей. Предложение избавиться от нулевых договоров еще должно одобрить большинство депутатов. Голосование вместо сегодняшнего дня пройдет на следующей неделе по просьбе фракции либералов. Напомним, что правящие обещали подкорректировать новый трудовой кодекс до того, как сложить в себя нынешние мандаты. Новая соцмодель, принятая вопреки недовольству профсоюзов и президентскому вето, вступит в силу с 1 января следующего года. Сергей Шалкин, Мартина Свитсбеллис, Первый Балтийский канал. Выясняются новые пробелы в избирательной информационной системе, которая обошлась в огромную сумму. Оказалось, что взломать страницу избирателя, скопившую данные множества граждан, было так просто, что это мог сделать каждый человек с минимальными знаниями в области администрирования сайтов. Очередной пробел в безопасности на странице избирателя заметил один из программистов. Гитарь на схему он рассказал порталу 15min.lt. Он без особого труда нашел открыто доступную форму присоединения к странице администратора. В этом, конечно, нет ничего плохого, если не знаешь данных, необходимых для подключения. А их Артурос, так зовут любопытного умерца, нашел так легко, что было даже трудно в это поверить. На этой же самой странице предлагалась форма регистрации администратора. Артурос ее заполнил и уже скоро получил по электронной почте приятное письмо с новыми сгенерированными данными администратора страницы избирателя. Мы также легко получаем данные, например, создавая новый электронный почтовый ящик. Правда, этот процесс может быть немного сложнее, чем получение прав администратора страницы избирателя. Молодой человек испробовал только что полученный подарок, подключение сработало, и Артурос мог на странице избирателя делать все, что хотел. Напомним, что новая система главы избиркома обошлась налогоплательщикам, по уточненным данным, в 1 миллион 700 тысяч евро. Система настолько совершенная, что сломалась сразу же в день голосования. В начале августа служба контролеров по равным возможностям получила жалоба о нарушении прав людей с ограниченными возможностями, которые не могут в полной мере воспользоваться возможностями недавно введенной депозитной системы по скупке и возврату тары. Оказалось, что проблема с тароматами касается не отдельно взятого города, а всей страны. Все подробности в нашем следующем материале. Действующая в Литве почти с начала года система возврата тары через сеть тароматов оказалась доступна не всем. Автоматические приёмщики депозитной тары, расположенные в отдельных помещениях у торговых центров, не оборудованы пандусом для въезда на колясках людей с ограниченными возможностями. А по ступенькам им, увы, не подняться. Мы получили от Совета по делам людей с недугом при Клайпидском самоуправлении жалобу о том, что часть тароматов Клайпиды не приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Мы начали расследование. Оказалось, что это общая проблема, а не только Клайпиды. На данный момент решение нами принято. Мы предложили Министерству защиты окружающей среды пересмотреть правовые акты. Также мы обратились к поставщикам услуг обеспечить свободный доступ людей с недугом к тароматам. В понедельник состоится расширенное заседание в Министерстве защиты окружающей среды с участием всех заинтересованных лиц. Это и контролеры по равным правам, и управляющие с Кубкой Тары администратор, и Литовская ассоциация предприятий, и представители различных организаций людей с недугом, и представители самоуправления Клайпиды. Мы обнаружили пробел в законодательстве, так как и Конвенция ООН, касающаяся людей с недугом, и закон о равных правах обязывают все обслуживающие предприятия предоставить жителям страны равные возможности по приобретению предоставляемых услуг. Невыполнение этих обязательств и послужило причиной нашего обращения. Дело в том, что согласно строительному регламенту, утвержденному Министерством защиты окружающей среды, все нежилые и недвижимые помещения должны быть в обязательном порядке и приспособлены для пользования ими людьми с недугом. Но будки с тароматами не являются недвижимостью, и, следовательно, под регламент не попадают. Этот-то пробел в подзаконных актах и необходимо устранить, и, видимо, не только его. Сегодня мы говорим о тароматах, через какое-то время это может коснуться и предоставления других услуг. Поэтому проблема – это не единичное, и смотреть на неё надо шире. Изменение правовых актов этому поспособствует. Осталось только непонятно, кто должен на практике обеспечить возможность жителям с недугом беспрепятственно попадать внутрь будки с тароматом. Либо это организация, администратор, либо это торговый центр или иное предприятие, на территории которого расположен пункт скупки тары. Андрей Танин, Игорь Конин, Первый Балтийский канал. В МИД Литвы сегодня был приглашен посол России в Литве Александр Удальцов, где ему была вручена дипломатическая нота с выражением озабоченности по поводу действия военно-морских сил России в Балтийском море. По информации МИД Литвы, ещё в понедельник российские военные суда потребовали сменить курс нескольких гражданских судов, находившихся в особой экономической зоне Литвы. Внешнеполитическое ведомство нашей страны призвало Россию последовательно соблюдать нормы международного права, принципы добрососедства и обеспечивать, чтобы подобные инциденты не повторились. Российскому послу также была выражена озабоченность дислокации ракетных комплексов «Искандер-М», которые могут нести ядерный заряд в Калининградской области, а также полётами российских военных самолётов над Балтийским морем. К другим темам. Расчищая каналы Литовского морского музея «Аквариума», строители наткнулись на целый склад боеприпасов во времён Второй мировой войны. Сапёрам удалось обезвредить 55 артиллерийских снарядов. Строителям работу по очистке канала пришлось прекратить ещё накануне, после того, как ковш экскаватора поднял из воды 10 артиллерийских снарядов. Прибывшие сапёры батальона инженерных войск классифицировали их как 150-мм снаряды. Исследовав канал, сапёры обнаружили ещё 45 таких же снарядов. Оценка состояния боеприпасов позволила не уничтожать опасную находку на месте, а транспортировать на Клайпецкий полигон, где снаряды и будут уничтожены. В этом году при очистке канала Литовского морского музея «Аквариума» уже обнаружено 20 снарядов разного типа. Место, на котором сегодня находится морской музей, является самой северной точкой Курской косы. В XIX веке тут была построена оборонительная крепость Кобгалис. Система обороны крепости состояла из форта, в котором жили солдаты, рва с водой, подземных казематов и валов. В конце Второй мировой войны центральный форт был взорван, но напоминания о военном предназначении этого строения все еще дают о себе знать. Министерство защиты окружающей среды сегодня объявило, с начала этого сезона охоты, а именно с 15 октября, будет разрешено охотиться на волков. Такое решение было принято после анализа печальной статистики нападения хищников на домашний скот. Волк охраняемые государством животные. Истреблять их запрещено. Из-за этого статуса хищников в лесах стало слишком много. Официально в Литве обитает порядка трех сотен волков. Только за первые восемь месяцев этого года было зарегистрировано 245 случаев, когда хищники нанесли вред почти 700 домашним животным. В нашей стране волк – неприкасаемый хищник. Но терпение природоохранников из-за частых нападений на скот, кажется, закончилось. Сегодня официально разрешено охотиться на 60 волков. Как только эта квота будет исчерпана, запрет снова вступит в силу. Сезон охоты на хищников начинается 15 октября и продлится вплоть до 1 апреля следующего года. Каждый год мы ведем учет популяции волков. Обычно учет проводится зимой, когда волчьи среды хорошо видны на снегу. Однако прошлая зима была довольно теплой, и мы не смогли обновить статистику. Поэтому оставили такую же квоту, как и два года назад – 60 волков. Общая ситуация выходит из-под контроля. В этом году зарегистрированных случаев нападения волков увеличилось втрое. Но не надо забывать и о том, что фермерский скот также имеет тенденцию увеличиваться. Самоуправление страны компенсирует нанесенный хищниками ущерб за растерзанный скот. Однако, чаще всего эта компенсация не соответствует реальным потерям. А чтобы вырастить новый скот, требуется уйма времени. Поэтому одним из самых логичных выходов является решение сократить популяцию волков. Чтобы избежать подобных случаев, мы советуем каждому фермеру правильно заботиться о домашних животных. Не оставлять скот на улице, а сгонять его в закрытые помещения. Если нет такой возможности, то желательно поставить электронного пастуха, который будет отпугивать хищников, или обзавестись собакой специальной породы. Поэтому первое, о чем надо помнить – это меры предосторожности. В случае нападения самоуправление выплатит фермерам всю сумму нанесенного ущерба. Надо лишь обратиться к своему старости. Нынешний лимит отстреливания волков достигает две трети всей территории страны. А оставшаяся часть распространяется на 11 самоуправлений Литвы, в которых волки нанесли наиболее серьезный ущерб. Таким образом, охотникам из Алитуса, Малетой, Биржей, Рокишкес и Щервинтой разрешено отстреливать не менее одного волка. Тем временем «Влаздинай» и «Варенье» не менее четырех. Валерия Литвинова, Мартина Свитцбелес, Первый Балтийский канал. После прогноза погоды эфир нашего телеканала продолжит сериал «Забудь и вспомни». Ну а служба новостей встретится с вами завтра. Всего самого доброго и приятного вечера.